Дорогие друзья, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вашему вниманию книжный обзор «Дела семейные». Семья для малыша – это место, где он впервые испытывает глубокую радость от согревающей родительской любви, что является залогом его уверенного вступления в большую сложную жизнь. Здесь он учится видеть прекрасное, постигать секреты общения между людьми. Здесь передается мудрость от одного поколения к другому, уходящая корнями в вечность. Основное назначение семьи – это вырасти детей, дать им достойное образование и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений. И очень важно, чтобы семья была прочной. Тема семьи нашла свое отражение на страницах многих художественных произведений русских и зарубежных авторов. Практически в творчестве каждого писателя рассматриваются проблемы семейных взаимоотношений. Мы предлагаем вашему вниманию небольшой информационный обзор художественных произведений, затрагивающих тему семьи и воспитания. Жила была большая-пребольшая семья – папа, мама, бабушка и целых восемь детей. А с ними небольшой грузовик, который они очень любили. И еще бы не любить, ведь грузовик кормил всю семью. Так начинается самая знаменитая книга популярной детской писательницы Анны Катрине Вестли, которую с любовью называют бабушкой всей Норвегии. Читать эту книгу – одно удовольствие, потому что она пронизана добротой и светом, а также радостью общения с людьми, которые приходят на помощь тем, кому она нужна. Автор не скрывает, что очень любит своих героев, и ее любовь передается читателям. Аркадий Петрович Гайдар. Чук и Гек. Эти герои с детства знакомы всем и родителям, и дедушкам, и бабушкам. Основательный Чук и мечтательный фантазер Гек. Не так уж они отличаются от современных мальчишек. Они так же шалят и даже дерутся, придумывают веселые игры, обижаются, сердятся, любят родителей и не всегда их слушаются. Эта история добрая и честная. Будет интересна и младшим школьникам, которые, может быть, узнают в этих героях самих себя, так и их родителям. Рене Гассини. Малыш Николя. Эта история началась в далекие 50-е годы прошлого века с небольших юмористических рисунков, автором которых был художник Жан Жак Сампе. Его друг, писатель Рене Гассини, решил к этим рисункам написать тексты. Таким образом, получили забавные рассказы-комиксы, героем которых стал малыш Николя. Этого симпатичного мальчишку юные читатели очень полюбили и с нетерпением ждали публикации очередного рассказа. Авторы сочиняли и рисовали все новые и новые истории, и издатели решили объединить их всех в одной книжке. С тех пор прошло немало лет, но малыш Николя по-прежнему необычайно популярен и любим детьми многих стран мира. Веселые истории об этом добром, обаятельном Саранце и его приятелях и о школе близки и понятны детям, и неважно, на каком языке они разговаривают. Серия книг про очень большую семью Жана Филиппа Ару Виньо «Приключения семейки из Шербура» состоит она из шести книг про шестерых мальчиков Жанов и их родителей. В книгах описана история семьи по мере взросления детей. Малыши идут в школу, старшие влюбляются, папа и мама остаются якорями в этой семье и пытаются справиться со всеми Жанами сразу. Те, в свою очередь, конечно же, дерутся, разбегаются в разные стороны, шалят, озорничают, приносят дому литок, кошек и собак, потому что они обычные мальчишки, в которых любой ребенок узнает самого себя. Прочитав одну из этих историй, хочется сразу взяться за следующую, потому что большинство детей сразу становятся поклонниками Жанов и требуют продолжения приключений. Юлия Кузнецова «Где папа» В этой повести самое страшное крушение семьи, крушение семьи извне, потому что папа оказался в тюрьме. Любимый и единственный, самый лучший, каким только может быть папа, причем осужден он несправедливо. Что же делать и как жить дальше? Девочке Лизе приходится пройти через все это вместе с мамой, бабушкой, сестрой и новым другом. История о том, какие испытания мы способны преодолеть вместе с близкими, о ситуациях, в которых мы особенно уязвимы, и, конечно, о любви. И еще одна книжка Юлии Кузнецовой о семье «Дом П». История семьи, в которой есть бабушка, очень активная и даже занимается боксом. Но однажды обстоятельства складываются так, что бабушку решают отправить в дом П. Вроде как бы в санаторий. Бабушка почувствует себя потерянной. Из-за ней пустоту почувствуют внуки, потом и папа. Но эта книга не об унынии. Это книга о том, как прочны бывают семейные связи. Как уродливые иногда взрослые пытаются их разрушить. И как не потерять веру в самое лучшее и при этом еще и самому делать мир светлее. Виктория Ледерман. Всего 11. Или Шуры-Муры в 5-м Де. Эта история точно понравится тем, кто в 5-м классе и старше. Но не менее важно, чтобы ее прочитали и родители. Одна из главных героинь девочка Ангелина. Немного жестокая. Немного манипулятор. Но когда читаешь книгу, жалеешь ее. Потому что очень многое в наших детях – это продолжение наших семей. В случае с Ангелиной – запретов немотивированной строгости, граничащей с жестокостью, бесчувственности по отношению к собственному ребенку. Сыровое и отрезвляющее чтение для родителей, которые вырывают из рук у девочек-подростков губную помаду и говорят, что джинсы носят только оборванцы. Нарине Абгарян. Манюня. Светлый, пропитанный солнцем и запахом Южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Нари и Манюне, о грозной и доброй бабушке Манюне и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детства, которое делает человека счастливым на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова